О, третий шлем и еще один шлем, ууууу, корячочек, корячок. Всем привет, вы на канале Vitaly Plays и в этом видео я полечу на стартовый остров, там где есть еще одна военная база соснов, как-то не знает, он находится вот здесь. И я полечу на этот остров, посмотрю сколько там лута и постараюсь взять топ 1 с тем оружием и броней, которую найду там. То есть я найду там броню, оружие если найду, но расходники и аптечки, патроны в счет не идут. Так что я постараюсь взять топ-1 с оружием, броней и показать вам сколько там лута. Надеюсь вам это все понравится, сейчас я немножко ускорю видео и дальше мы продолжим. Первым делом мне нужно найти лодку, я думаю что она здесь будет где-то около берега стоять, потому что с другой стороны они спавнятся очень редко, вон да есть лодка. Сейчас я сяду на лодку и поплыву на лодке, поэтому если вы хотите попасть на тот остров, я тоже вам советую находить лодку и плыть туда исключительно на лодке, потому что зона очень быстро идет и возможно вы даже не успеете оттуда уплыть. Но у меня есть сомнения, что я даже смогу на одном бензобаке этой лодки туда доплыть, так что сейчас увидим. Да, это то о чем я и говорил, мне не хватило полного бака в лодке, чтобы доплыть до острова и дальше мне придется плыть вручную и это очень много займет времени, хотя осталось всего 500 метров, но это займет уйму времени, потому что зона уже начнется через 2 минуты, поэтому я приплыву, мне кажется, туда с зоны. Наконец-то подплываю я к острову, надеюсь зона еще не пойдет, 9 секунд, но плюс-минус доплыл зоной, так что смотрите, если хотите проводить такой же эксперимент, учитывайте мои ошибки, возможно будет где-то ближе лодка, поэтому старайтесь подплывать как можно ближе. Итак, момент истины, пистолет иувел мак, уже неплохо. О-о-о-о, корячочек, корячок. Берем корячок, это уже неплохо, буду снайперить. М16А4, но хотелось бы... О-о-о, калаш, все есть. Я запакован и зона как раз пошла, но я хотя бы уже запакован на ближний и на дальний бой, Осталось найти хоть какой-то прицел, хотя бы коллиматор, и можно разваливать. Но здесь, походу, уже я все облутал, здесь ничего нету. Как видите, ну и так нормально. С первого здания кар и калаш, патроны. Здесь вообще, ну, есть лут, не пустой остров, потому что многие говорят, что здесь очень плохой лут, либо его вообще нету. Как вы видите, с первого здания я вытащил кар и калаш, это уже неплохо. Давайте посмотрим, что у нас во втором здании есть. Итак, мачете нам не нужен, вторая каска, ну, стандарт, второй рюкзак тоже стандарт, бусты сейчас мне нужны, аптечка, бусты, все мне надо. Ну, неплохой здесь лут, очень, я бы даже сказал, если вы новичок, вы можете падать сюда и потом возвращаться, там останется, наверное, человек 10 и брать топ-1. Аптечки, гранатки мне не нужны, скар, скарель, ну, видите, не самый плохой лут, не самый... О, четверочка! Бомба! Все, на дальняк я заряжен, можно разваливать теперь соперником хедшоты. Так что, видите, хороший лут. Пистолет. Я не скажу, что он отличный, я не буду кричать, что, боже, какой здесь крутой лут. Нет, здесь есть лут, он нормальный, не самый плохой, но и не самый лучший. Возможно, мы найдем здесь что-то третьего уровня, хотя бы, я надеюсь, возможно, каску, хотя бы каска. Мне нужна каска и я буду самый довольный, потому что я смогу выдержать хотя бы один хедшот. Давайте залутаем еще казарму. На компьютерной версии здесь написано Сосновка 2, или просто Сосновка, я не помню. Ну, тоже военная база. Так, увелмаг на пистолет. И еще раз, для тех, кто только, возможно, начинает играть в паб, это тот остров, который у нас перед началом матча на Эрангеле. Я прилетел сюда и показываю вам, что вот здесь неплохой лут. СКС-ка еще есть. СКС-ка. Калаш еще один. Минник. Наримасыч. Можно взять патрончики. Так, патрончики. И что у нас здесь? А здесь у нас гранатка. Я думаю, что каждый из вас сейчас задумался, как я буду... О! Третий шлем. То, что мне нужно было. Бомба. Все, я заряжен. Я думаю, что каждый из вас задумался о том, как я буду отсюда выбираться. Одни думают, что, наверное, вплавь. Другие думают, что мне же нужна канистра. Но нет, ребята, я сейчас вам покажу лайфхак, как отсюда выбраться. Третий рюкзак. Вообще бомба. Смотрите, вот теперь я могу сказать, что здесь, ну, не отличный лут, а хороший лут. Хотя, с другой стороны, он, наверное, отличный. Потому что есть снайперка, есть штурмовая винтовка, третья броня, хоть какая-то третий рюкзак. Поэтому здесь офигенный лут. И еще у нас осталась крыша. Залутать крышу и обсерваторию, по-моему. Больше здесь зданий нет. И я покажу вам, как я буду выбираться отсюда. Итак, на крыше. Что же нас ждет на крыше? Но на крыше, наверное, здесь ничего хорошего не будет. О, шприц! И еще один шлем. Нормальный лут. Здесь даже вдвоем, походу, можно подлутаться. Но, как видите, лут хороший. И с этим лутом, я думаю, вполне возможно взять топ-1. И я постараюсь взять топ-1 с этим калашом, коряком. О, вот канистра была. То есть я мог бы взять сейчас канистру и поплыть заправить, извиняюсь, свою лодку. Но я сделаю кое-что другое. Сейчас вы поймете. Кстати, пока я бегу к обсерватории, напишите в комментах, вы хоть раз сюда летали или плавали или нет. Или первый раз здесь со мной. И поплывете ли в будущем после просмотра данного видео. В конце обязательно напишите. Еще одна четверка. На второго человека. То есть он бы мог взять ту СКС-ку и эту четверку и тоже неплохо разваливать соперников. Так, шлем у меня уже есть. Ну, вот и все. Собственно, наверное, все. Хотя нет, здесь есть еще одно место с лутом. Сейчас я вам его покажу. А это место с лутом, я уверен, что всем известно. Потому что на стартовом острове вы все туда бегаете, чтобы забрать лодку. Но в игре, когда мы заходим в игру, на этом мостике есть лут. И он там достаточно тоже неплохой. Там по-любасу должны быть патроны и какое-то оружие. Вот здесь, на пирсе. Вернее, на пирсе здесь есть лут. Смотрите, сами. А уплывать я буду на той лодке. Видите, еще один калаш. Обезболивающая. Сайга. Нормальный лут. Я же говорю. Так что летите, не пожалеете. Сейчас еще одна аптечка, то что мне нужно. И гранатка. Сейчас выброшу пятерки, заберу. И пойду забирать свою лодку. Потому что это теперь моя лодка. Да. Я думаю, что мало кто знал, что в игре ее можно забрать. Так что знайте, ее можно забрать в игре и доехать к острову. К материковой части, вернее. Ну вот, первая часть видео готова. Я показал вам, что есть на этом острове, сколько здесь лута. Вот, я сейчас открою рюкзак, вы сможете сами посмотреть. И оцените это лайком или комментом, дизлайком сами. Я поплыл выполнять вторую часть. Надо взять топ-1. И я надеюсь, у меня это получится. Так что, я надеюсь, вам понравился эксперимент, что я сплавал на остров, показал вам. И также рассказал о том, что можно забрать эту лодку и уплыть на материковую часть на ней. Поехали брать топ-1. Ну, а я честно вам скажу, лодка немножко баганутая. Потому что я нажимаю вперед-назад. Она едет. Вот сейчас я еще раз попробую. Да, вправо она не поворачивает почему-то. Вперед-назад тоже. Только прямо едет. Странно. Вправо. Возможно, задним ходом я сейчас сдам. Разверну ее и таким образом поеду в другую сторону. Не туда, куда я хотел. Но все равно, да-да-да, плывет, работает. Все нормально. А нет, вот здесь как магнитом ее притянуло к краю невидимой стены. И, к сожалению, я могу плыть пока только прямо. Возможно, дальше что-то поменяется. Да, я думаю, что если я сейчас чуть-чуть проплыву к краю зоны. И потом, возможно, вот видите, я нажимаю влево-вправо. Все равно ничего не происходит. Она плывет тупо прямо. Возможно, около зоны я сейчас попробую сдать назад и развернуть ее как-нибудь. Вот здесь примерно. Не работает. А назад? О, заработало. Ну все, заработало. Поэтому я сейчас еще ускорю видео, чтобы вам не было скучно. И уже встретимся на берегу. Да, все нормально получилось. Развернулся. Сейчас приплывем на берег. И я сразу же сделаю еще один эксперимент. Тест. Я проверю, сколько нужно патронов, чтобы развалить эту лодку и обычную лодку. Я думаю, примерно одинаково. А ну-ка. Двадцать четыре патрона. Шестнадцать, по идее. А в эту лодку? Ну, я думаю, так же. Сейчас заюзаю аптечку, потому что могу сдохнуть. Но я думаю, что примерно так же. Шестнадцать-семнадцать патронов. Сорок. И поехали. Двадцать-семнадцать. Двадцать патронов. А в ту... Ну, плюс-минус один патрон я сбился со счета, я не увидел. Примерно семнадцать патронов нужно. Погнали брать топ-1. Срочно-срочно нужен транспорт. Я нашел баги. Я надеюсь, что я успею все-таки добраться к зоне и убить хотя бы одного человека. Я уже не говорю про топ-1. Хотя бы заехать в зону. Очень повезло, что есть баги. Очень. Геток, конечно, хорошо, но мотоцикл это еще лучше. А двухколесные еще лучше. Поэтому сейчас я уже уверен, что я заеду в зону. И попытаюсь развалить пару типочков. Парочку типочков. Здесь у нас... Ну, я думаю, что все уже забежали в зону. Слава богу, я заехал в зону. Сейчас... О-й-ой-ой! Сейчас бы еще от мотоцикла взорвался. Было бы вообще весело. Нужно срочно залечиться. Нужно... Может здесь есть где-то... О, есть, да, аптечка. Сейчас залечусь. И, возможно, удастся развалить кого-то. А тем временем, смотрите, пока я заехал в зону с острова, осталось всего 12 человек. Так что, если хотите всегда попадать в топ-10, летите на остров, лутайтесь там, при... Приплывайте на материковую часть, и вы уже будете в топ-10. Ну, давайте посмотрим. Пока здесь чисто, я никого не вижу. Чисто... Чисто... Вон, кто-то кого-то уже убил. 10 человек, вот я уже в топ-10. Чисто... Чисто... Но я думаю, отсюда вряд ли кто-то зайдет. Здесь спина, зона. Поэтому... Блин, мотоцикл достал меня. Что происходит? Что происходит с этим мотоциклом? Смотрите. Респект тебе, бро. Просто респект. Но как такое может быть? Магия в них о кварца. Вообще улетел куда-то нормально. Ну, хотя бы звук теперь не будет отвлекать меня. Итак, 10 человек. Я думаю, что сейчас кто-то получит хэдшот. Но пока никого не видно. В то здание я в жизни не пойду, потому что я вам показывал, как его легко можно зарашить. Если вы давно на моем канале, вы знаете, что в том здании соперника вынести можно на раз-два. В сарае. Поэтому лучше я останусь здесь. Но зона уже достаточно маленькая. Я думаю, что пару человек сейчас еще от зоны умрет. Чисто. Ну, скучновато, скучновато. Компенс не буду брать. 30 секунд до новой зоны. И пока без соперников. Но, если честно, я очень доволен тем лутом, который мне удалось залутать. Кар. Автомат Калашникова. Четверочка. Патроны. Все есть. Осталось только найти соперников. И постараться взять топ-1. Я думаю, по-любому под зоной должен... А, вон кто-то крякнул от зоны. 9 человек осталось. А я еще никого не видел. Опа-ча. Тачка. Тачка. Если есть тачка, то там... И вон еще одна тачка стоит. Но никого нету, ясно. Придется бежать через поле. Я, наверное, сяду в мотоцикл и уеду на мотоцикле. Пока так. Мне почему-то кажется, что там... Да, 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 да. Там кто-то есть. Там кто-то есть. Кто-то меня контролит. И я в хуже ситуации. Почему? Потому что он знает, где я. А я пока не знаю, где он. И я боюсь, чтобы не получить сейчас хэдшот. Не вижу. Не вижу. Не вижу. Ну. Ну, увижу. Ну, увижу. И где ты? Вижу. Блин, стой-ка. И еще раз. Стой, 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 бро. Стой. И... Хэдшот. Эх. Третий шлем у чувака. И он свалил. Это был 100% хэдшот, потому что показались красные пунктиры. Блин. Ну, хотя бы уже не даром. Уже сделал хоть какой-то урон. Уже увидел соперника. Блин. Жаль, что не убил. Но ничего страшного. И сейчас пойдет зона. Нужно мне сваливать отсюда. Куда-то в центр. А зона упала на починки. На дома. Поэтому можно врезаться в дома и там уже забежать куда-то. Но ничего. Первый урон я уже нанес. И осталось 8 человек. Вот видите, я заметил первого соперника, когда осталось уже 8. То есть в топ-10 вы по-любому попадете, если поплывете на остров и не сдохнете от зоны. Так, а здесь открылась дверь. Или это анимация так поздно сработала в люк игры. Или там кто-то есть. Здесь справа по-любому кто-то есть, я слышу. Так, первая пошла. Вторая. Третья. А он спрыгнул куда-то, я слышу. Блин. Ребята, всегда играйте в наушниках, чтобы слышать соперника. Тогда вы сможете только продуктивно разваливать. Вот. Примерно вот так. И есть первый килл. Есть первый килл. Уже не даром. Уже не даром записываю каточку. Осталось 6 человек. И, по-моему, там есть кто-то. Нет, показалось. А, нет, вон. Типок. Блин, как? Эх, и он спрятался. И он спрятался. Я ненавижу промахиваться, потому что вот я когда не убиваю, типа, когда остается там 10 человек, 5 человек, всегда происходит ситуация такого плана, что если я вот не убил человека, он меня обязательно потом убьет. Вот как я его сейчас не убил. Блин. Ну ничего, сейчас посмотрим, кто здесь еще есть. Не знаю, я обожаю, как выглядит четверка на коряке именно. Это мой любимый прицел и снайперка. Четверка плюс коряк я просто обожаю. А ваши какие любимые прицелы и снайперки? Ну, я думаю, что все любят корячок, потому что он ваншотает. Но большинство любит М24. И, конечно же, все сейчас напишут. АВМ, АВМ плюс 8. Но восьмерка мне четверки с головой хватает на всех картах. На всех. Даже на Ирангеле. Санук там вообще. Можно двойкой валить всех. И кто-то здесь бегает и стреляет со всех сторон. Лучше закрою дверь. Но этот, конечно, спрятался. Фиг я по нему попаду. И он будет чувствовать там сидеть до конца катки, потому что у него самая крутая позиция на данный момент. А здесь везде Валилова. Опа, чай. Слышу, кто-то подходит. Подходит, подходит. Ага, вон. Лови. И еще разок. И... Давай, давай, давай. На. Ну, я думаю, вряд ли он загорится. Он выбежит, скорее всего, на улицу. Да. Но меня беспокоит вот этот тип, ребята. Я почему-то... Плохое предчувствие. Все, этот побежал меня пушить. Откуда? Слышу, но не вижу. Слышу, но не вижу. Вот теперь вижу. И... Контр-атака пошла. Он думает, что я в здании, а батя уже за зданием. И еще один изи-килл. 4 человека. Всего 4 человека осталось. 2 килла сделал уже очень-очень близко к победе. И сейчас пойдет фаза. У нас нужно... О, кто-то еще от зоны крякнул. 3 человека осталось. Топ-3 неплохо, но мне нужен топ-1. Тот тип в будке его. Туда я никак не достану, пока он прячется. И один где-то около башни Гарри Поттера, по идее. Здесь его нету. Сейчас поднимусь. Здесь окошко. Да-да-да, есть вот такое окошко. С него тоже очень круто можно разваливать, если... Соперник вас не видит. Но и я пока не вижу. Ну, того чувака слева я вряд ли увижу. Не. Не достает. Ну и все. И зона пошла к нему. И почему-то вот... Плохие предчувствия у меня по этому поводу. Потому что нам нужно будет бежать с этим типом через открытое поле. 40 секунд. Надо выбегать. Блин. Сейчас фаза пойдет. Почему зона не ко мне? Ладно. Ну, тут 100% контролит. И он, я думаю, что знает, где я нахожусь и где второй тип. Потому что он там сидит как мыша и не двигается. Ну, ничего. Сейчас забустаюсь последними бустами. Я думаю, что еще один тип около башни Гарри Поттера находится. 100%. Сейчас попробую его найти. Нет, уже не попробую. Потому что пошла фаза. Один дым. Ну. С богом. Понеслась. Так, там тоже дым пошел. Эта будка не в зоне. Дым. Кто-то ползает по любасу. Ну и да. И этот тип начал по мне наваливать. Я... Ааа. Нету дымов. Ничего нету. Блин. Надо только отстреливаться. Ребята, в такой ситуации надо только пытаться отстрелиться. И... Нет. Не повезло мне. Я получил хэдшот. Все заслужено. Блин. А счастье было так близко. Я мог взять топ-1. Но я не бог. Я такой же игрок, как и вы. Поэтому меня развалили. Возможно, вы играете даже лучше, чем я. Но ничего. Третье место тоже нормально. И... Если бы я сразу завалил его, все бы могло бы быть по-другому. Но я думаю, что этот тип сейчас и возьмет топ-1. Но все равно. Я надеюсь, вам понравился данный ролик. Понравился лут, который находится на острове. И... Понравилась моя игра. Напишите в комментариях, понравилось, не понравилось. Что именно понравилось, что именно не понравилось. А также не забывайте подписаться на канал. Нажать на колокольчик, чтобы увидеть еще больше крутых видосов. Которые выйдут вскоре. Потому что скоро у нас обнова. И... Да. У меня на этом все. Досматривайте это видео до конца. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok